Каждый мошенник рассчитывает на любопытство и невнимательность людей. Пользователи сотовой связи «Картел» подверглись атаке мошенников. Чем заманивали абонентов, расскажет Сергей Журавлев. На номера абонентов приходили смс-сообщения с заманчивыми вопросами. А ты любишь кино? Или ты любишь кататься на карусели? Любопытным пользователям сотовой связи осталось лишь только позвонить по номеру и пройти анкетирование. В это время с его баланса снималась приличная сумма. Зафиксированный номер отправителя принадлежит абоненту сотовой связи из Попау-Новой Агвинея. За прояснениями ситуации мы обратились к старшему эксперту по связям с общественностью ТО «Картел» Байраму Азизову. Существует специальные отделы, которые мониторят сеть, нагрузку на сеть и так далее. Соответственно, днем и ночью мы видим определенные колебания на сети и так далее. В данном случае показал определенные колебания на сети по направлению Попау-Новой Агвинеи, которые наши специалисты быстро заблокировали. Это не первая атака мошенников на сотовые связи. И раньше были зафиксированы и предотвращены подобные попытки искателя легкой наживы. Мы решили выяснить, у карганицев попадались ли они на уловки аферистов. Что вы думаете по поводу смс-махинаций? Никогда не сталкивался. То есть вам никогда не приходили смски с просьбой перезвонить, помочь кому-то? А вам когда-нибудь приходили такие смски? Конечно. Вы что делали с этим? Ничего. Аператору не звонили? Просто удалял и все. То есть тебе никогда не приходили смски с просьбой перезвонить куда-то и помочь? Да, были такие. Что ты делал в таких случаях? Ничего, игнорировал. Не было такого. А что вы вообще думаете по этому? Как с этим нужно бороться? Игнорировал. Ну, операторы должны вычислять это.